Что же делать с этой волной нападений и удастся ли узнать всю правду о том, кто их заказчики? Это тема для разговора с нашей гостьей Анна Малер, юрист-криминолог, которая может объяснить даже самые сложные ситуации. Здравствуйте, Анна, спасибо, что нашли время для этого разговора. У меня к вам, наверное, простой вопрос. Можете ли вы на него ответить? Что вообще происходит? Что это за волна нападений? Я считаю, что напады на активистов уже можно смело назвать явищем в Украине, потому что сейчас это уже массовость. За 2017 и 2018 годы больше 50 случаев это только те, которые стали публичными и потрапили в прессу. А сколько еще случаев, которых мы не знаем, я имею на вид широкий загал людей. Если анализировать эти напады, они все для меня, как для криминолога, выглядят как предоставленными и организованными. Это не такой в традиционном размере криминал, когда напали, пограбили, загвалтовали. Ні. Тут есть объектами нападу люди, которые не просто активистами, а чья активистская деятельность является результативной. Это те люди, которые действительно заважают тем или другим, чиновникам, людям, которые местные бюджеты грабуют, какие-то незаконные решения принимают. И поэтому это явище имеет уже конкретные свои образы. И я думаю, что первое за все правоохранители должны на сегодня дать ответ. Все эти напады координуются с какого-то одного центра, или все-таки мы можем говорить, что это просто явище, которое спровокировано ситуацией, которая есть в Украине? Потому что так может быть, что есть какой-то единственный центр, который генерирует такую дестабилизацию. Здесь важный вопрос, тогда есть ли у этих правоохранительных органов ресурсы на сегодняшний день, чтобы проводить качественное расследование? Ну и вдогонку вопрос, верите ли вы в то, что появятся и громкие приговоры по подобным случаям? А через то, что в общественности очень величезный вопрос на находление самозамовников, правоохранители все-таки хоть какую-то информацию нам дают. Замовников у нас не нашли, но по деяких гучных випадках есть подозрюванные виконавцы. Однако в тех случаях, в которых я пыталась разобраться, у меня остается осад, что происходит певный або саботаж на местах, я имею в виду, с боку правоохранительных органов, або, возможно, там даже есть какая-то співпрация, потому что мы знаем, что на местах это такие мини-князевства, и там нет отдельно полиции, прокуратуры или местной рады, там, обычно, все люди очень тесно связаны между собой, и активисты могут всем им там заважать вместе, поэтому может гальмовать на местном уровне это расследование. И я видела не раз, когда звезды направляются до Киева, звезды, что у нас все сделано, у нас все расследовано, но на самом деле это не так, поэтому нужно осознать, что Украина – это большая страна, и в каждом регионе есть вот такая специфика. Вы говорите об исполнителях, да, о том, что иногда находят это низшее звено, те, кто обливает людей кислотой, там, избивают, да, и так далее. Ну, смотрите, у нас этих элементов уже в стране накопилось достаточно много. У нас бесконечное какое-то количество тетушек, полукриминальных групп, рейдеров. Это, знаете, как по Станиславскому, если ружье висит на стене, оно когда-нибудь обязательно выстрелит. Что нужно сделать на сегодняшний день, чтобы, ну, как-то, ну, уже превентивно, что ли, бороться вот с этими элементами, которые потенциально могут быть угрозой для и общественных активистов, и для любого украинца? А, ответ очень простая. В стране господин может быть только один. Это либо влада, либо криминалитет. И мы сейчас видим как раз этот двобой. И послабление владной вертикали через политическую и экономическую кризу в Украине как раз привело до того, что криминалитет, знаете, дуже себе впевненно почувает. Посправляет плечи, скажем так. И поповнюет свои лавы за рахунок того, что никто не занимается на сегодня экономикой и насамперед молодью. И рецепт, на самом деле, на поверхне. Если та молодь, которая сегодня поповнюет лавы от тех криминальных загоней, про которые вы говорите, просто элементарно будет працевлаштована, то, даже если полиция ничего не будет делать, то мы уже вдвече скоротим к количеству людей, которые готовы просто брать на улице оружие и вы решите чьи-то вопросы. Або бизнесовые, або политические. Хорошо. Анна, а что в этой ситуации тогда посоветовать самим активистам? Пока все равно эти молодчики разговаривают по улицам в поисках какого-то там заработка вот такого, да, сомнительного. Что делать активистам, если все-таки понятно, что новых нападений, скорее всего, не избежать? У меня две поради. Одна активистам, а одна нашей владею. Насправді я понимаю, что большинство этих активистов местным князькам заважает. Но местные князьки не понимают, что их будущее зависит от активистов, от этих агентов изменений. Потому что они, по сути, распороживают той серьезный негатив, который может сконцентроваться где-то в одной точке. Они все-таки снимают социальную напряжение тем, что они поступово очищают эти агии и стайны. И если не будет активистов, нехай не думает влада, что будет спокойно на местах красти. Ни, наоборот, это спровокует очень серьезный и мощный вибух в обществе. Не дай Боже, какого-то самосуду такого, знаете, коллективного. Что касается активистов, то они абсолютно верно сейчас дают, приверяют внимание в ЗМИ. Потому что мы знаем, что только те случаи, которые оприлюднены, там работают очень активно. Есть какие-то, принаймні, невеличкие звиты для громадской. Поэтому они это все делают абсолютно верно. И нужно объединяться. На сегодня общество должно их поддерживать, и они должны быть, как никогда, сгуртованы. Анна, спасибо вам за этот разговор, за эти ответы. Анна Маляр, один из самых известных юристов-криминологов страны, отвечала на мои вопросы. Спасибо вам большое.